Приветствую вас, Марина. Если говорить о том, что подсказать, то мне кажется, что немножечко вы схитрите. Потому что получается, как вы сами не очень хорошо понимаете, как вам дальше действует не очень хорошо, понимаете, что вам делать не очень хорошо, понимаете, куда идти. Вы не очень хорошо, очевидно, себя чувствуете, не очень хорошо замечаете в себе определенные изменения, определенные свои переживания. И из-за этого вы, на мой взгляд, вначале оказались в отношении с партнером, с которым у вас не сложилось. То есть, да, он нам изменял, вы не очень сильно переживали, после расставания, хотя вы говорите, остаток остался. Какой остаток? Да. Вот, и, соответственно, со старым знакомым у вас тоже ранее была какая-то история, да, ну, собственно, ничего не получилось. То есть, сейчас он постучался в нос, вы понимаете, что он мужчина порядочный, но, как бы, все равно чувств ему особо нет. Ну вот, и понятно, что на фоне предыдущих отношений, где мужчина, мужчина, по сути, вас, ну, может быть, не объявил, но вел себя по отношению к вам несколько деструктивно, да. Вот, понятно, что на его фоне ваш старый знакомый кажется более привлекательной фигурой, более соблазнительной фигурой. Вот, но вы не хотите его обижать и, собственно, спросите что-то подсказать нас. А, чтобы именно подсказать, не говорите. Как вам, например, в этой ситуации поступать, как вам, например, в этой ситуации действовать, я думаю, вам это нужно решить. Пережить, вот, негативные эмоции, вот, например, расставание, все-таки лучше научиться в себе разобраться. Да, это было бы очень здорово, потому что чувствуется, что вы, вот у меня такое впечатление возникло по, ну, по прочтению вашего сообщения, что вам сложно, тяжело, сложно отдаваться чувствам, отдаваться переживаниям. То есть, такое ощущение у меня возникает, как будто бы вы, ну, как будто бы себя сдерживаете, знаете, вот, стараетесь себя сдерживать. Я бы так, я бы так это сказал. Я бы так это интерпретировал бы. Понятно, что, может быть, я не прав здесь, и понятно, что я могу ошибаться здесь, вот, но выглядит все именно так. Вот тут вот ваша невозможность отдаться своим переживаниям, на мой взгляд, как раз таки, является основанием для возникновения этих проблем. Потому что, если я правильно понял вас, то измен было, ну, не одна, не одна была измена, вот. То есть, измен было, как минимум, несколько, несколько, вот, и, соответственно, ваше отношение к ним, к изменам, вот. Вот, остается, ну, на мой взгляд, вопрос, как остается, тем, на что, ну, надо обратить внимание. Потому что, совершенно очевидно, что вы не очень понимаете, в каком направлении вам двигаться дальше, не очень понимаете, что делать дальше. Ну, понятно, что психологи, да, вам не могут давать советов, потому что, ну, на то мы и психологи, вот, чтобы не давать таких примеров. Так что здесь, на мой взгляд, ситуация, ну, она вот такая, достаточно неопределенная, так же, как неопределенно чувствовать себя вы сами. То есть, я и обижать не хочу, да, человека, и это, это хорошо, вот, то, что вы не хотите обижать. Ну, я и, как бы, испытываю симпатику, вот, и, соответственно, сама я решить не могу, да, вот. Вот, поэтому мне нужна помощь. Ваши. Говорите вы. Вот. Мы можем помочь, но помочь, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Мне подсказывать вам, как двигаться, как ее совершать покупки, действия, но вот мне кажется, что вы сами можете и заслуживаете того, чтобы принимать решения по своей жизни самостоятельно. Поэтому ключевая задача, которую я вижу для себя, вот такая вот ключевая задача, прям, которую я для себя вижу, это задача в том, чтобы помочь вам научиться себя слушать. Вот. И смотреть на ограничивающие вас факторы. Вот. Такие, как, например, страх о близости, неуверенность в себе, да, занижена может быть самооценка, ну и так далее. С вариантов по вариантов может быть довольно большое количество, как мне кажется. Вот. И как бы мне бы не хотелось, наверное, гадать именно вот. То есть заниматься гаданием мне бы не хотелось. Ага. Сейчас. Так что не будет. Вот. Ну вот прям, ну потому что это очень неблагодарное дело. Вот. Вот. Очень затратное, затратное дело. Вот. Ну, выхлопа. Выхлопа может вообще никакого не быть, не быть. Ага. Поэтому вы подумайте относительно того, что я сказал, а. как бы оказались в ситуации безусловно не самой простой. Как бы оказались в ситуации безусловно не самой легкой. Вот. Это правда. Это правда. Совершенно правда. Но вы можете использовать эту ситуацию, чтобы научиться иметь больше контроля за свою жизнь. Понимаете? И вот это мне кажется весьма важно в том контексте, в каком вы вот об этом пишите. Вот. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Понятно, что это этого мало. Вероятничество бывает очень большого но на данный момент тем, что я могу вам сказать, чтобы не нарушиться, что-то, если не нарушить, вот, речку, да, профессиональную, например, или чтобы не попасть куда-нибудь, куда не нужно, ну, не гадать там и так далее. Мне кажется, что уже я достаточно достаточно, но я предполагал, да, вот, чтобы вы, например, сказали, что я не прав, например, я не боюсь быть не правым, да, не страшно, но не хочется вас обижать, я хочу вас обижать именно вот тем, что какие-то вот предположения абсолютно с неба берутся. Мне кажется, что вы вполне заслуживаете больше, да, вот. Для этого вам нужно дать нам уже несколько больше информации о том, что происходит в ваша жизнь, а вот, как происходит в ваша жизнь в те или иные фабрики, да, вот, и это позволит нам вам вам помочь, вот. Ну, давайте на этом, я думаю, закончим, вот, пока что, я надеюсь, что как минимум 1000 для размышления вам был, вот, надеюсь, что вы в свою очередь тоже дадите обратную связь, вот, на моё ответственность, потому что это позволит вам начать работу над собой, что это позволит вам лучше себя понять, позволит вам сформулировать какие-то мысли, вот, свои в контексте ситуации, скажем так, вот. И, в целом, обратная связь, она, конечно, очень важна, вот. Так что, не недооценивайте её обратную связь, если я имею в виду, а пламенно подписывайтесь её дать. Даже если не планируете там, отправлять её мне просто, напишите, и сами перечитайте. Вот. Всего-всего вам самого доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok